Девушки отдыхают На тебя глаз положила Елена, вы можете идти Впредь, пожалуйста, не обсуждайте мою личную жизнь С кем бы то ни было Хорошо, простите, пожалуйста Егор, она врет Нагло врала Даша, успокойся, пожалуйста Не жаль ты считаешь, что слова Какой-то секретарша могут повлиять На мои чувства к тебе Нет, конечно Но ты тоже меня пойми Я столько сделала для нашей любви Чуть не забыла Сегодня будут известны все цифры Финальные по тендеру Прекрасно Если вечером тебе не позвонят Позвони сам Потому что там на работе он может Забегаться, забыться Папа говорит, у них такой дурдом на работе Даша Я говорил тебе, что ты Самая лучшая Лучшая Единственная Единственная Данные будут сегодня Занимаетесь лишними делами В рабочее время Вы что-то хотели Я хотела, чтобы вы работали Они отвлекались на переписку с любовником Иван, зачем так откровенно заведом Что? Карисин, а может быть все обойдется без излишнего драматизма Присаживайся Насколько мне известно Миома матки лечится Тем более она у тебя На начальной стадии Но если у тебя настолько все плохо с деньгами Я помогу платить лечение Но не более того Ты вообще слышала, что я тебе сказала? Я тебе говорю о нас О нашей семье Нас уже давно нет И точно не будет Как знаешь Мое дело предложить Потом не говори, что я тебя не предупреждала Агапов, ты банкрот Слушай, Рит Ну, может мы это Полицию вызовем, а? Что я вам скажу? Что дала неверную наводку на свою сестру? И за это поплатилась? Ты долго думала, когда наводила это? Я надеюсь, Ксюхе они ничего не сделали? Отец Года Забеспокоился Все, все, Рит, все Лучше о себе беспокоился Скоро на улице накажешься Вообще, это вдруг Включи мозги Лена подала на развод Через две недели вы никто Мать тебя ненавидит Выстоит отсюда первым делом А с чего? У меня даже участковую непопреску от вызвали Ты куда-то пойдешь В свою деревню К своим родным Здесь у тебя никого и ничего Выпей, на Отвали Ну, выпей, выпей Ни родных Ни квартиры Тебе один вариант Ксюшу вернуть Чтобы она за тебя заступилась Ну, не выгонят же мать родного отца Своей внучки Ну, и что ты предлагаешь? Нужно вернуть Ксюшу Не время в роскоши купаться Ну? Может, и Ленка за ней потянется Или хотя бы он Денег на продукты будет давать Или коммуналку Господи Что же я в тебе такое нашел-то? Эгоистка ты, пустышка На себя посмотри Мечта беджетниц Ну ладно, что ты? Отвали Я не буду пить Он горький Зато он полезный Это травяной отвар По бабушкиному рецепту Поверь мне Пару дней Ты будешь стоять На ногах На всей моей семье проверено Агапов Будь, пожалуйста, мужиком Выпей залпом И я от тебя отстану Ты что, думаешь, что мне вот так в кайф с тобой возиться, да? Я просто хочу, чтобы ты быстрее восстановился И я могла заниматься своими делами Я тебя не просил со мной возиться Конечно, ты не просил А ты что, хочешь, чтобы мне и от мамы попало за тебя? Пей Не буду я пить Он горький, я не люблю горькое Боже мой, вы все мужчины одинаковые Вот чуть стоит вам приболеть, все Превращайтесь в беспомощных кроликов Я тебе сейчас сюда Мед положу Вот Теперь не горький Пей Молодец Держи, Масаш, а если бы я сейчас захлебнулся? Ну, значит, судьба такая у тебя Не бойся, я профи Мой младший брат тоже не любил этот отвар Да, заешь обязательно варенье Смотри, вот здесь в термосе чай Все, как ты любишь, с молоком Тебе нужно пить побольше жидкости Спасибо За что? За то, что напоила тебя горьким отваром? Да нет Вот за то, что возишь со мной Мама обычно врача сразу вызывала Отдавала ему на попечение А сама старалась со мной не контактировать Ну, чтобы не заразиться Интересно, у тебя мама, однако Ладно, ты лежи Восстанавливайся, отдыхай Я позже к тебе еще загляну Подожди Я спросить хотел У вас с Валерой все серьезно? Мы с ним не встречаемся Но он тебе нравится Ну, конечно, он мне нравится Он же... Я же его фанатка И он самый лучший... Про это, говорю, ты же понимаешь Понимаю А с каких это пор ты Интересуешься моей личной жизнью? Я просто Не хочу потом перейти Тете Леной глазами хлопать Вот и все Просто Ты имею в виду, что Валера недавно со своей девушкой расстался И ты для него теперь Что-то вроде вот этого отвара Быстродействующее средство Чтоб забыть о расставании И все Нет, он хороший Но просто Ты абсолютно точно не в его вкусе Может быть, забит Конечно Какие уж тут обиды Хорошо? Спасибо, я учту Подожди Может Поиграем? Ты когда-нибудь цирку помочила? Между прочим Перед тобой Маг 47 уровня Ты мне Открываешься с абсолютно новой стороны Воин 70 уровень Слушай, это же круто А пойдешь со мной в квест? Там просто очень много зомби А я не могу с ними никак расправиться Короче Ты будешь их мочить А я буду собирать призы Супер По глазам вижу Ты согласен Я пошла за ноутбуком Нормально Так откровенно Меня еще никто Никогда не использовал Нет Да точно Монцарт Я никогда не поверю Что ты реально С ними полез Через окно Над деревом Но надо было спасаться Не было выбора Да, слушайте Давайте Один за всех И все за одного Тоже мне пушкетеры О, дядь Сема Да Алло Да Да нет Да нет Не занят Я тут у Мозорта в новых апартах Ага Окей Да, да, понял Да, конечно Сейчас спущусь Все, давайте Чего звонил? Слушай, да Что-то он поговорить хочет Здесь рядом Скоро будет Так что Я наверно подугу Вы тут это Развлекитесь без меня Окей? Давайте Так Я, наверное, тоже пойду, да? Да, оставайся Ну Просто новоселье И странно его праздновать одному Ну Ладно Гулять так гулять, да? Все равно дом от дурдом Дурдом? Ну да У меня же предки Тоже в предразводном состоянии Вечно ссорятся Каждый день Знаешь, я Даже тебе завидую Ну Что Твои уже Извелись Так лучше Каждый день Не надо наблюдать их ругань Ну да Я с тобой согласен Салфетку дай Салфетку, говорю, дай Че ты Че ты смеешься? Это просто бывает Чемозой Лита, вот Скажи честно Ты меня Как мужчину вообще не воспринимаешь? Молодцы С какого перепуга Мне тебя Как мужчину Воспринимать Мы с тобой Из параллельных миров Ну Я не в твоем вкусе Явно И ты не в моем В отличие От этой пиццы Так что Расслабься и ешь Хорошо? Ммм Класс Да Уже есть финальные данные? Почти все заявились на аукцион Хорошо Да Записываю При подаче На тендер Я должен уменьшить их на 3% Я правильно вас понял? Да Пишу А Так Да Да Спасибо Записал Завтра мы внесем Своё деловое предложение На театр Спасибо И мне было очень приятно С вами сотрудничать Ему позвонили Он записал Какие-то цифры На бумаге Нет Слух не произносил Да нет Ну легко сказать Мне Ну как мне ехать Добрать что ли? Или что ты предлагаешь? Огреть его дубиной по голове? Нет уж Давай без криминала Но все равно Постарайся что-нибудь придумать Завтра до обеда Последний срок подачи проектов На тендер Если мы не получим эти цифры То проиграем Ну не знаю Ну отвлеки его как-нибудь Давай Действуй У тебя получится Как я его отвлеку Я жду Он что ли Вот опять Голова разболелась А что это идея? Это все настолько серьезно? Ну Не знаю Может быть я ее накручиваю Но мне кажется Что у Юльки депрессия не за горами Она скоро свихнется Со своей Этой учебой Слишком ответственная Понимаешь? И чем ближе Сессия Понимаешь Тем она напряженней Вот я и хочу тебя попросить Чтобы ты взял на дни шефство Ты же душа компании Ты же с ней общаетесь С детства Ну как-то Как-то ее Отвлеки Развесели Только тебя умоляю Чтобы она об этом разговоре не знала Иначе она меня убьет Вот ведь все Обижаешь Я Все будет хорошо Я все понимаю Да Значит С меня план Этих развлекательных мероприятий Мероприятия Шашлыки Пикники Задушевные беседы В общем делай что хочешь Только отвлеки Ты ее От этой учебы От всего остального тоже Хорошо Хорошо Подожди От всего остального Это я так К слову Сказал Понял Окей Егор Вадимович Вы сегодня так много работали Я заварила вам чай Ваш любимый Китайский Спасибо Очень кстати Спасибо вам за заботу Надеюсь понравится Да Ну на Я хотел бы извиниться За сегодняшний Выговор Не стоило мне так Рупить с плечами Разобравшись с ситуацией Это вы меня простите Я сама виновата Я совершенно не знала О чем разговаривать с Дарьей Что у нее спросить Мы же совсем не знакомы Она так неожиданно Пригласила меня на обед Я не смогла отказать Я понимаю Еще раз извините Будем считать Что это легкое Нет разумения Да Я рад что мы Во всем разумрались Спасибо Очень вкусно Ну что же Пора по домам А мы же не за рулем сегодня Может быть такси вызвать Вы сегодня так много работали Вытомились устали Спасибо Я в полном порядке Ну Вас не затрудит Здесь все закрыть До завтра Миша Просто я наделала делов Да что Что я ему снотворное В чай подсыпала Я думала Что он быстро отключится А он пошел домой Сейчас сядет за руль И вдруг опять в аварию попадет Ну что делать Ты о чем думала Когда я ему снотворное давал Я же сказал без криминала Так Оставайся на месте Я сейчас приеду Только я тебя умоляю Не угробь еще кого-нибудь За это время Что делать Делать то что Чтобы я еще раз На мост полезла Я слышу Что Не двигайтесь Я сейчас буду Ну давай же Давай быстрее Офигеть Ты смотри Не наврала А Сколько надо было Наворовать Чтобы такой домик построить Мерзавка Родному отцу не отвечает Ладно Э, есть кто-нибудь? Мочи его, мочи Давай Да ты не стой-заморозь его иначе не перебьем их. Сейчас, стой. Ага, сделано. Да. Круто быть магом. Терпеть не могу. Эти бои на близком расстоянии. Слабачка. Это вы, мужчины, любите махать мечом. Это мои доспехи. Эти тоже мои. Ты хомяк сейчас себе тащишь. Нет, я просто запасливая. Запасливая она, да-да-да. Извините, можно? Да, Оля, входи, что такое? Ксения, к вам пришли. Ко мне? Да, к какой-то мужчине. Ждет вас. А, спасибо. Ну, ты давай отдыхай. А я сейчас... Подожди, я не понял, ты ждешь кого-то? Ты многим сказала, что здесь живешь? Ну, в том-то и дело, что я никому не говорила. Сейчас проверим. Все, лежи. Я к тебе еще зайду. Лена, как же вы так? Господи, вы живы? Не уверена. Простите, пожалуйста, что я вас побеспокоила. Просто полезла за папками, за документами. И как-то так получилось все сама. Так, послушайте, вас нужно в больницу отвезти. Не-не-не, не надо никакой больницы. Все в порядке, правда. Смотрите, руки, ноги целы. Ага. А голова? А голова у меня всегда была слабым местом. Я это без больницы знаю. Надо все-таки показать вас врачу, Лена. Не-не, правда, все в порядке. Лена, это неправильно. Я, как работодатель, не могу вам позволить, чтобы вы игнорировали травму, полученную при исполнении служебных обязанностей. Можете идти? Ну, если нет, я вас на руках хочу. Не-не, вы что на руках? Вы знаете, сколько я вешу? Вы тогда точно грешу заработаете. И тогда врач понадобится нам обоим. Вы лучше посидите рядом со мной. Просто рядом. Ну, буржуи. Да, обалдеть. Папа. О, а я смотрю, ты здесь обжелась. Ты зачем сюда приехал? Как зачем? Забрать блудную дочь домой. Бывает по чужим хатам шарахаться. Пора и честь знать. Давай, собирай вещи, поехали. Папа, ты только не обижайся и не злись, но я с тобой никуда не поеду. Я останусь здесь с мамой. О, ну, конечно. Папка же не такой богатый, как мамкин любовник. Да? Что, доченька, продалась? Вообще-то, вы с бабушкой меня сами выгнали из дома. Тебя никто не выгонил. Я тебя жизнь не учил. Ты сама ушла вместо того, чтобы извиниться. Оставила меня, бабку. Ты видела, в каком она состоянии? Кто за ней ухаживать будет? Ты об этом подумала? Ну, как? Как? Теть Рита? Чего? Ну, она же не работает. Вот пусть, наконец, за бабушкой ее посмотрит. Как ты заговорила, а? Ну, вот придешь домой, сама ее спросишь. Я никуда не поеду. Тебя даже спрашивать никто не будет. Ты моя дочь должна повиноваться. Отпусти меня. Я сказала. Отпусти, я сказала. Она сказала, отпусти ее. Я не понял, что это тут делать? Я лезь мне в свое дело. Что касается Ксении, в мое дело. Я не понял. Ты что, с ним живешь, что ли? Ты что, совсем стыд потеряла? Решила стать такой же потаскухой, как твоя мать? Еще раз мне руку поднимешь, будешь на пособие по инвалидности жить. Понял? Леш. Наши очи – найбільш виразный та складный орган. Для острого зору мільйоны особливых клетин потребуют двойливої підтримки. Вітамины для очей Дополь Герц просто створені для цього. С немецькою точностью та увагою. Дополь Герц. Тихо, 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 тихо. Я сам, я... Я прошу вас нас больше. Не беспокоюсь. Вы что, совсем оборзели? Я на вас полицию натравлю. Вы у меня дочь похитили. То, Ксюша, не похищала, надеюсь, по своей воле. Слышь, у нас с тобой отдельный разговор будет. Не смей приближаться к моей дочери. Пальцем ее тронешь. Я тебя из-под земли достану. Руки-ноги повыдергиваю. Не терять нечу. Ты меня слышал? Уроды. Путиш, мне скажи, что ты его не убила. До знотворного, только по десять, Вал, принес? А, да. Держи. На, это нас сфотографировать и вернуть на место. Ага. Интересный расклад. Держи. Ты точно знаешь, что делаешь? Да, я фармацев. Не переживай, все в порядке. Да, а как ты обидишь, лишь этот сонный час? Придумаю что-нибудь. Ага. Это твой расклад про жизнь. Слушай, какой таблетный. Может, его в больницу отвезем? Да все хорошо. Я ему свое снотворное дала. Проснется будет, как огурчик. Держи. Ой, бледная какая-то. У тебя отжойте. А? Буду будить. Если бы мне кто-нибудь там на мосту сказал, что этим дело закончится, я бы точно не поверил. Держи, Фома неверующий. Ладно, удачи. Егор. 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 Мне не нравится твой кашель. Нам тебя на ночной встретить. Классная мысль. Да, ты в своем репертуаре. Продолжим игру? Нет. Завтра. Ты сейчас отдыхай. Сон лучше лекарства. Слушай, спасибо тебе большое, что не позволил отцу меня увезти. Он у тебя всегда такой нервный? Нет. Просто на него в последнее время очень многое навалилось. Знаешь, мне его даже жаль, ведь рядом с ним никого нет. Никакой поддержки даже мамы. Знаешь, он, конечно, козел у тебя, но он тебя любит. По крайней мере, ему точно не все равно. Ну, хотелось бы в это верить. Нет, правда, он в любом случае лучше моей матери, то и всегда на меня было плевать. Не преувеличивай. Я просто цитирую ее саму и все. А, так вот почему ты такой. Какой? Ну, какой? Такой, как ежик, знаешь, колючий. Ты же к себе на самом деле никого не подпускаешь. Почему же никого? Ты со мной. Мне этого достаточно. Да. Я пойду. Попозже приду. Мась, принесу тебе душу. Отдыхай. Юль, ты бы полегче мышцы потянешь. Девчонки. Ну, смотри, Киря. Он с Лешей? Вроде один. Мог бы не приходить. Ну, приветики. Приятно попотеть в хорошей компании. Давно здесь? Часа два. Я скоро сдохну. А. Слушай, перегруз. Сама знаю. Я ей говорю, она меня не слушает. Сам попробуй. А что здесь пробовать-то? Ты что делаешь? Что, не видно? Ты сейчас совсем загнать хочешь? Мне кажется, с тебя на сегодня хватит. Это тебя не касается. А. Юлечка, а с какого момента ты ушла в неадекват, а? Ты вообще что здесь делаешь? Ты же должен был быть на новоселье у Моцарта. Никакого новоселья не было. Тебя дезинформировали. Вот так, коробки поперетаскивали. Ну, какой веселий без тебя? Если коробки, то зачем у тех двух куриц с собой взяли? Слушайте, а что меня вообще спрашивать, а? Это была идея Моцарта. Он свою фанатку в качестве уборщица хотел припахать. И поэтому она поехала вместе с Агаповым? Ты хоть не ври? Юль, подожди! Реально трэш. Юля! Реально трэш. Егор. Егор Вадимович, как вы? Что случилось? Как вы? Я ничего не помню. Потемнял в глазах и... Вы сознание потеряли. Это все последствия сотрясения мозга. Я вам говорила, что вы из больницы слишком рано выписались. Вот у вас и давление наверняка сейчас низкое. Да, наверное, низкое. Сейчас странно все это. У меня раньше никогда такого не было. Давайте все-таки в больницу поедем. Да? Не хочу в больницу. Я в порядке. Вы-то сами как себя чувствуете? Не-не-не, у меня все хорошо. Давайте так, если в больницу не хотите, я вам такси вызову. В таком состоянии за руль точно садиться нельзя. Да, такси. Пусть будет такси. Спасибо вам, Лен, за беспокойство. Собираешься мажить или как? Я сама предложила, я лежу, мерзну. Вообще-то еще простудиться могу. А может, ну, а охранника позвоним? Конечно, меня еще охранник только не натирал. Нет, не хочешь, так скажи, господи. Мрод, простуды, бедная судьба такая. Так. Ладно. У тебя как-то вдушно в комнате. Нужно, может быть, ну, проветрить комнату. Тебе же только что холодно было. Помолчи, ладно. Немного. Все. Вроде закончила. Все закончила? Да, грудь. Товарищ медсестра, вы что-то халатурите. Грудь. А грудь сам. Все. Спокойной ночи. Ксюша, тебе нравится Валера. Валера тебе нравится. Агапов. Да чтоб тебя вечно ты все перебаламутишь. Неужели этот день закончился? Я думала, в психушку попаду. Что только творится в твоей голове. Это додуматься нужно было. Травануть человека. И ты еще обвиняешь меня в организации покушения. Я никого не травила. Я просто его усыпила. Причем проверенным на себе способом. И надеюсь, те данные, ради которых я это делала, стоят того. Аукцион покажется. Ты же помнишь про бонус, который мне доставится, если твоя фирма выиграет квартиру, чтобы переехать от тебя с Ксюшей? А что, так не терпится от меня избавиться? А я не вижу смысла дальше оставаться в твоем доме. Ты же сам сказал, что мы чужие друг другу люди. Да, кстати, ты узнал? Нападение на твой особняк, это была случайность или? Или. Рита? Только давай без глупостей. Отвези меня к ней. Я думаю, не стоит. Хорошо. Я поеду на такси. Ладно, я тебя отвезу. Только я тебя умоляю. Не опускайся, дай уровень. Она того не стоит. Продолжение следует... Нет, я так больше не могу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мам. Мам, ты здесь? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну и где мама? Твои отморозки напали на мою дочь! Спятил отпусти! Я предупреждала тебя не трогать ее! Предупреждала или нет? Нет! Значит так, с завтрашнего дня ты съезжаешь с этой квартиры. Ты навсегда исчезнешь из жизни Ксюши! И если я еще раз увижу тебя рядом с Ксюшей, я пойду и напишу заявление в полицию. Ты меня поняла? И мне плевать, что скажет мама! Для меня безопасность в дочери важнее! Хочешь, чтобы я съехала? Хорошо, я это сделаю. Мне нужны хорошие отступные, чтобы я могла как-то стать на ноги на новом месте! Я думаю, что тысяч сто баксов мне хватит и готовься к ежемесячным отчислениям! Будешь алименты мне платить! Потому что должна заботиться обо мне, как старшая сестра! Ты меня не услышала? Я пойду в полицию! А я расскажу Ксюше, что ты ее сразу после рождения младенца у меня взяла из рук! Как ты думаешь, она отреагирует на то, что ты не родная мать, а просто тетя?! А-а-а! Ты чего?! Лена, Лена, успокойся! 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 Я сказал, дай сюда стеклышко, ну-ка быстро! Убьешь ее, сядешь! Ксюша от этого легче не встанет! Пойдем! Ты слышишь меня? А ты слышишь, что она говорит?! Пойдем, пойдем! У нее же ничего святого нет! Я давно маме говорила, что ее лечить надо! Давай, давай, давай! Кто-нибудь меня слушает в этом доме?! Давай, пойдем, пойдем! Дай сюда, ну-ка! Дочь, не понял! Ты же на ночь не ешь! Что случилось? Алешка с пацанами поехали отмечать на Василье Моцарта! Нас с Катей не позвали! Зато эту посредственность Леша с собой потащил! Мне Кирилл рассказал! Язык отрезать этому балаболу! Слушай, ну поехали, Айня! Ну и что?! Это же ничего еще не значит! Я вообще не понимаю, что ты на этом Лешке зациклилась так! Ты же раньше как-то ровно к нему относилась! А раньше папочка не боялась его потерять! Он никогда ни за кем не бегал! А знаешь, что самое обидное, а?! Пап, ну я же красивее ее! Я же талантливее ее! Я умнее ее! Да я на красные дипломы думал! А это? Дочь! О! Ну это же не соревнование! Угу! Я понимаю, что ты всегда во всем привыкла быть первой! Ну... У любви так не бывает! Здесь побеждает не тот, кто лучше! А тот, кому больше повезет! Я с этим не согласна, папочка! Всегда можно что-то сделать! Ну я... Ну я реально не понимаю! Я в недоумении, почему он выбрал ее! Да никого он еще не выбирал! Если бы он с кем-то встречался, я бы знал! И у Моцарта он был не так долго! Он простыл! Сейчас дома отлеживается! Анна Николаевна звонила, сказала! Так что ты зря себя изводишь! Он точно заболел? Точно! Это хорошо! Спокойной ночи, пап! Человек заболел! Чего хорошего-то? Этих женщин не поймешь! А-а-а! Ты... Ты чуша ракаешься по ночам? Я... ... пришла тебя проведать! Ты же заболел? А-а-а-а-а-а-а-а-а... Одеяло тебе зачем? А что, мне уже нельзя с одеялом ходить? Я замерзла. Ладно, надо успокоить. Подожди ты. Я же приболел. И у меня температура. И если вдруг что, ты обязана за мной присмотреть. Ну, если только я обязана тебе позаботиться, то за мной. Может, тебе еще раз голову обследовать? Вдруг в прошлый раз что-то упустили? Кристина, не говори глупостей. Все со мной нормально. Просто давление низкое. Слушай, падать в обморок на ровном месте – это ненормально. И, кстати, я не поняла, о каких галлюцинациях ты говорил? Да, наверное, подсознание жалит. В какой-то момент показалось, что голос в мешке услышал. Что, совесть замучила? Ты всегда был слабаком. До сих пор поражаюсь, как ты отважился пойти против своих друзей. Деньги закончились – вот и отважился. Ты же знаешь, я всегда любил жить красиво. Отец мне никогда ни в чем не отказывал. Как его не стало, так все закончилось. Знаешь, это бедным хорошо, когда они резко богатеют. А каково это каждую копеечку считать после того, как ты тысячи тратил? Не глядя. Знаю. Ничего. Нам главное – тендер выиграть. И все будет хорошо. Да. Все будет хорошо. Давай. Ну, что-то ты совсем отвалялся. А так сплю – все будет нормально. Если аж, я тебе лекарства принесу. Сама-то как? Я не знаю, что делать. Подожди. Это насчет Риты? Да только не говори, что ты собираешься помочь ей деньгами. Я ей ни копейки не дам. Она же из тех, кто руку откусит. Ну, я тоже самое хотел сказать. Ты же знаешь, что делать? Да, но мне страшно, если… Если этого не сделать, будет только хуже. Ты должна избавиться от Риты раз и навсегда. Аналитик, просыпайся. Не по поддержке пришла. Леха, хватит болеть! Ты… ты… ты что здесь делаешь? А я… а я что тут дел… я что тут делась? Давай тут обречься. Сейчас. Давай, давай! Чего ты тут дверь запер, а вдруг? Да иду я, иду, что долго. Давай быстрее, сложи. Иду я! Ты тоже мне больное, блин. Что ж ты так? Доброе утро, вставай! Так, ну-ка дышите. Не дышите. Ты вообще в курсе, что вирус в пространстве распространяется? И не говори потом, что мы не поддерживаем тебя в болезни и в здравии, понял? Так, миленько одеяльцы. Алексей, вы открываетесь для нас с новой стороны. Да, я… я полон сюрприз. В чем такую рампи? В смысле рано? Мы уже три раза позавтракали, в отличие от тебя. А ну, иди сюда. Иди ко мне, иди ко мне. Давай, для здоровья! Молодец! Пойдем, пойдем. Да! Дура! Зачем я с собой ноутбук не забрала? Да, сейчас. На. В 38 и 5 на работу сегодня не идешь, остаешься дома. Не-не, у меня же ее важное совещание. Какое важное совещание? Я тебя никуда не пищу. Ну, пора уже думать о своем здоровье. Я ненавижу болеть. Кому нравится болеть? Сегодня постараюсь пораньше с работы прийти, а пока Ксюшу попрошу за вами присмотреть. На, бегались, подождем. На, пей. Давай, давай, пей! Тебе не говорили, что ты зануга? На себя посмотри. Ой, ай! Ты к матери с ней в больницу поедешь? Нет, не поеду. Она меня видеть не хочет. Почему? Потому что Риту отказалась содержать. Теперь переживай, как за ней ухаживать будет. Ну, не переживай. Мы с Семеном уже об этом позаботились. Ну, ты как? Скоро узнаешь. Триточка. Давайте. Ты все еще здесь? Началось в колхозе утро. Триточка, ты должна вымянуть этого человека из нашей квартиры. Каким это образом? Что я с ним сделаю? Участкового, что ли, вызывать? У нас соседи нас поднимут. Я уже согласна участкового. Только бы избавиться от него. Доченька, мне бы до туалета дойти. А может, мы здесь поставим? Знаешь, такие есть, переносные. А то ночью не набегаюсь, ноги совсем не слушаются. Ну, не тебя же будить. Мам, ты что вообще, что ли? Ты хочешь вот прям здесь, посреди комнаты? Ты вообще, представляешь, какой запах будет? Прости, доченька. Хлопай сказала. Я сама дойду. Это все, Ленка. Ленка. Мне бы вернуться матери позаботиться, так и нет, устраивает личную жизнь. Явилась вчера со своим хахалем, руку на меня подняла. Ну, я не знаю, ты бы как-нибудь вообще ее отругала. А что я могу? Она меня тоже не слушает. Покажи ее. Перепиши, например, квартиру на меня. Может, тогда она что-то поймет, что о матери нужно заботиться, а не бросать. На тебя? А на кого? Тебя же все бросили. И Лена, и Ксюша. Я больше не вижу, на кого переписывать. Леша, мне твой совет нужен. Ты же у нас профессиональный дамский угодник. Не-не-не, мне для тебя как до луны пешком. Да не приведняйся тоже мне. Парни, давайте, может, в гостиной поговорим? Да зачем? Нам и здесь хорошо. Да, мне здесь нравится вполне. Слушай, я о Юрке хотел поговорить. О, слушай, у меня в последнее время из этой учебы совсем крыша поехала. Нервы расшатались. Так вот, у меня дед Сюма попросил за ней присмотреть. Я и подумал, может, ты мне поможешь? Вы с детства дружите. Пригласишь ее куда-нибудь там. Нет-нет-нет-нет-нет. Блин, друг мой. Ты раньше был более как-то доброжелателен. Ты замечаешь? Опа. Что там? Это что-то новенькое. Так. А с каких пор мы женским персонажем играем? Любопытным было, я мажем никогда не играл. Слушай, это что, ты новый парфон? Приятненький. Так, ты ничего не хочешь нам рассказать? Походу, он женский. Так, давай рассказывай. Пойдемся на кухню поговорим, я очень есть хочу. Сливается. Подождает наши догадки. Давай, говори, кто она? Мы ее знаем. Я просто думал, ты на Ксюху конкретно запал. У тебя есть другая. А может, она до сих пор здесь, а? В ванной прячется? Сейчас проверим. Все-все-все-все. Ну ладно, не рычай ты так, господи. Слышу, гомони свою мать, мне надоело такое отношение. Что ты от меня хочешь? Правду ей скажи. Какую правду, Коль? Что никакого изнасилования не было. Ты же сама ко мне в постель прыгнула, когда я бухой был. К тому же, я у тебя тогда был далеко не первый. Коль, отвали, я не хочу решать твои проблемы. Да? Это и твои проблемы тоже. Хорошо. Я тебе напомню, как я решаю свои проблемы. Подобно тебе. На ультиматум меня выдвигал мой покойный муж. Ты помнишь, чем это закончилось? Я его отравила. Отравила. Ладно. Как же так? Риточка, как она могла? Доброе утро, Егор Вадимович. Как вы себя чувствуете? Здравствуйте. Спасибо, хорошо. Голова немного поболевала. К врачу не обращались? Нет, я думаю, не стоит. Лен, я заранее хочу извиниться, если мой вопрос покажется странным. Но вчера здесь, в приемной, кроме нас двоих, кто-то был? Нет, никого не было. Почему вы спрашиваете? Показалось, что голос знакомый слышал. Надо будет после обеда с охраной поговорить. Чтобы разобраться, действительно, мне это показалось. Ну или… Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова